Под индивидом, как мы помним из определения анализа, мы понимаем любого представителя, какого масса. Общая психология таким образом у нас формулирует основные какие-то понятия, законы, закономерности, принципы, которые лежат в основе изучения психологии. И насколько мы с вами помним из схемы, которую мы с вами уже рисовали, областью изучения общей психологии являются три основных группы психических явлений, как психологические свойства, психологические состояния и психологические процессы. То есть немножко в ином виде, вот в данном случае, вы можете взглянуть на эти объекты изучения общей психологии. Сейчас мы с вами разберем несколько отдельных прикладных областей и попробуем в качестве данного общего развития, взглянуть, чем они занимаются, то есть какие вопросы, какие проблемы они перед собой ставят и решают. Одна из базовых наук, одна из основных прикладных психологических отраслей это петагогическая психология. Ну любое высшее образование, ваше в том числе, предполагает, что вы по окончанию института, по окончанию вуза и будете иметь возможность работать в трех разных областях, в трех разных направлениях. Область первая это непосредственно то, что у вас написано в дипломе, то есть вы сможете работать по той специальности, которая совпадает с вашей квалификационной характеристикой. Область вторая это научные исследования в той области, которую вы изучали, то есть в радиофизике, в чем-либо еще вы можете совершать научные исследования. И третье направление, которое опять же предполагается, что вы можете уметь делать, это преподавание того материала, который вы изучаете в течение обучения в дипломе. То есть вы должны иметь возможность работать по специальности, проводить научные исследования по специальности и преподавать ту специальность, которая у вас записана в дипломе. Педагогическая психология, по сути, она отражает какие-то общие моменты, общие закономерности, и здесь она тесно связана с такой наукой, как педагогика. То есть педагогик у нас изучает вообще в целом педагогический процесс, как он протекает, как это происходит. Педагогическая психология занимается тем, что изучает психологические закономерности педагогического процесса. Ну вот, допустим, почему у нас система педагогического процесса организована именно таким образом, как она организована. Вот то, как вы сейчас учитесь, заложенное еще в 15 веке, автор этой системы Яна Москаменский, он говорит о том, что наиболее адекватный способ передачи нового материала студентам, это использование классно-урочной системы. За счет этого вас делят именно на классы, группы, курсы, именно за счет вот этой классно-урочной системы вы посещаете занятия, есть некий общий технический клан, есть разграничение занятий по времени и так далее, и так далее. То есть, основы заложены в 15 веке, соответственно, прошло уже более 500 лет, и все еще эта система используется. То есть, есть вполне наверняка какие-то более удачные методы, которые можно внедрять, которые можно использовать с целью того, чтобы педагогический процесс протекал более успешно и отражал те потребности, которые есть в современном обществе. Ну, в качестве, допустим, примера можно привести тот факт, что изначально лекционный материал, он предполагал передачу и предполагал реализацию функций информационных. То есть, преподаватель рассказывал студентам, там, 3-4 века назад о том, о чем они нигде больше узнать не могли. Если мы сейчас перенесемся в наше время, то увидите, что доступность учебников, возможность использования интернета дает возможность современному студенту узнать материал в гораздо большем объеме, чем это было возможно много времени назад. Если мы посмотрим на нашу современную жизнь, то можете даже прийти к выводу, что сейчас человек в информационном плане, ну, наиболее широкие перспективы у него есть. При этом, если смотрим статистику каких-то там провайдеров, то вы можете убедиться, что наиболее посещаемыми сайтами как раз не являются ресурсы информационные образователи. То есть, то, что чаще всего посещают, отражает скорее не попытку человека узнать что-то новое, а попытку там провести свою жизнь весь одну или как-то вот что-то с этим связано. Итак, педагогическая психология у нас является отраслью психологии, которая изучает психологические проблемы обучения и воспитания. А следующая отрасль, это отрасль возрастная психология. Возрастная психология изучает у нас этапы психического развития и формирования личности от рождения и до старости. От рождения и до старости. Ну и в соответствии с хронологией развития отдельного человека, психология, называется антогенезом, то есть в процессе индивидуального развития, в соответствии с ним, возрастная психология подразделяется на следующие разделы, соответствующие этапы. То есть, во-первых, психология детства, психология юности, психология зрелого возраста, и последнее это геронтопсихология. Эта психология у нас связана с психологией старения и умирания. И вот здесь нужно обратить внимание, опять же, на тот аспект, который в современном обществе постоянно затрагивается. Психология современной и вообще психология современного общества, она отражает интерес к наиболее экономически активным слоям населения. То есть, сейчас, когда в вас наиболее заинтересована основная масса в обществе потребления, то на вас любые новости, любая информация, которая к вам поступает, на вас она ориентируется более всего. Когда человек становится экономически недееспособным, или он еще экономически недееспособен, то вот этим вопросом у нас выделяется в современной науке гораздо меньше внимания. То есть, представьте себе психологию человека, которому сейчас 80-90 лет. Человека, который пытается осмыслить, насколько я прожил благополучно свою жизнь, что будет после смерти. То есть, вот этих людей современное общество не касается. Вообще, в объекте, в фокусе современной науки, в телевидении, в искусстве, находится человек в основном среднего возраста от 15 и условно до 45-50 лет. Потому что после 15 лет, вот эти люди, они как бы выпадают из черты изучения, они не настолько интересны. В то же самое время, присутствуют, допустим, на уровне Екатеринбурга, по крайней мере, три корпуса списа. То есть, это люди, где, это места, где люди доживают свою жизнь. То есть, с ними тоже работают психологи, которые стараются им помочь принять вот эту вот близкую смерть и так далее, и так далее. Кроме этого, возрастная психология, она отражает этапы развития и такие вещи, как сензитивные периоды, в каком возрасте, на что человек в большей степени способен, к чему он склонен, когда можно начинать те или иные с ним манипуляции проводить, в частности, обучение и так далее, и так далее. Вот это все сфера изучения возрастной психологии. И возрастная психология, как основная задача, это изучение динамики психических познавательных процессов. Немножко позже, когда мы с вами будем затрагивать вопросы индивидуального развития психических процессов, вы увидите, что для человека пик познавательного развития приходится примерно на ваш возраст. Ну, то есть, вот где-то возраст 20-23 лет, это максимум интеллектуального развития человека, это максимум развития познавательных процессов, дальше все будет идти по нисходящей. То есть, память уже лучше, чем сейчас у вас никогда не будет. Показатели внимательности, показательности сосредоточенности, аналитико-синтетической деятельности в дальнейшем будут изменяться только в худшую сторону. Поэтому сейчас вы фактически находитесь на пике познавательного развития, и если вы им недовольны, то тогда я вынужден вас огорчить, лучше вы вряд ли встанете, по крайней мере, в интеллектуальном плане. Безусловно, знания, умения и навыков у вас добавятся, но сам ресурс, он фактически со временем будет только снижаться. Следующее направление, следующий отрасль — это дифференциальная психология. Дифференциальная психология. Дифференциальная психология — это отрасль психологической науки, которая изучает различия как между индивидами, так и между группами. Итак, дифференциальная психология — это отрасль психологической науки, изучающая различия между индивидами и между группами, а также причины и последствия этих различий. Причины и последствия этих различий. Индивидуальная психология на настоящем этапе — это одна из самых дурно развивающихся наук. По сути, дифференциальная психология — это попытка понять, чем люди отличаются друг от друга, по каким основаниям их можно разделять, по каким основаниям их можно различать. И одна из самых, наверное, популярных книг на эту тему — это «Психологические типы» Карла Густова-Юнга. Вообще, попытка взять и типировать людей на какие-то классы, она возникла достаточно давно. Наверное, первые попытки мы можем отнести еще к эпохе Гиппократа, когда он разделяет людей на типы темперамента, при этом говорит, что тип темперамента зависит от наличия, от соотношения жидкости в организме человека. Немножко позже этим вопросом занимался Иван Петрович Павлов, и, если помните, он у нас установил типы нервной системы и объяснил, каким образом они реализованы. Но немножко позже отечественный психолог наш Небелицын, вслед за многими другими учеными, в частности, вслед за Гипловым, основываясь на психофизиологических исследованиях, немножко теорию нервной системы, типов нервной системы по Павлову доработали, и с этим мы тоже будем знакомиться, когда будем рассматривать вопрос в теме индивид и личности. Следующее направление, следующая отрасль психологической науки — это социальная психология. Социальная психология. Итак, социальная психология — это наука, изучающая закономерности возникновения, функционирования и проявления психических явлений, которые представляют собой результат взаимодействия людей и их групп, как представителей различных обществ. Это определение давно Крыско, это наш отечественный психолог, но и в противовес ему определение зарубежного психолога Майерса, ну, наверное, возможно, более близкое, более понятное вам. Социальная психология, с точки зрения зарубежной науки, — это наука, которая изучает, что люди думают друг о друге, как они влияют друг на друга и как они относятся друг к другу. То есть, несмотря на то, что объектом изучения психологической науки прежде всего является отдельный человек, то, как мы уже с вами знаем, личность формируется в социальном взаимодействии, и вот этот вот аспект взаимодействия между людьми мы обязательно должны учитывать при любом изучении отдельного человека. Социальная психология — это, наверное, самая практически направленная отрасль психологии на сегодняшний день. Ну, социальная психология, в частности, решает такие вопросы, как психология рекламы, психология коммерции, влияние человека друг на друга, психология публичных выступлений и так далее, и так далее. Так как аспекты вот этого межличностного взаимодействия лучше всего продаются, то, соответственно, и силы психологов также направлены на эту тему более всего. Это то, что касается социальной психологии. Следующая отрасль психологической науки — это инженерная психология, наверное, одна из самых близких вам. Инженерная психология — это отрасль и следующие процессы и средства взаимоотношения, взаимодействия между человеком и машиной. Есть даже такая специальность, которая вам, опять же, может быть близка. Звучит она как юзи-билити-психолог. То есть это человек, который создает наиболее адекватные способы взаимодействия между человеком и машиной. Ну, то есть, в частности, в свое время психологи данного направления думали, что клавиатура должна выглядеть именно таким образом, что именно такие символы должны быть на ней расположены. И, кстати, современные исследования показывают, что при формировании, в частности, русской, на раскладке на клавиатуре были допущены некоторые ошибки. Вот если вы помните у вас расположение клавиш, то вот правый мизинца внизу у вас сверху стоит точка и запятая. Вот внизу, вернее, под мизинцем, точка и запятая. Причем, чтобы у вас появилась запятая, вам нужно нажать шип. Помните такое? По статистике, в частности, гораздо чаще используется у нас все-таки запятая, чем точка. И по многочисленным исследованиям, вот если бы их расположили иначе, наоборот, то это бы значительно повысило бы эффективность работы над клавиатурой. И таких моментов, кстати, найдено достаточно много. Если какой-то интерес с вашей стороны, вот вы можете это пронаблюдать. Юзибилити психолог — это человек, который формирует, в частности, интерфейсы компьютерных программ. То есть, чем более понятен интерфейс, чем он более дружественен по отношению к пользователю, тем больше шансов продать тот продукт, которым вы занимаетесь. Очень часто человек, который занимается программированием, он не думает над тем, что после него будет работать обычный неподготовленный специалист, и некоторые вещи для него просто будут излишними, громоздкими и непонятными. То есть, задача, одна из основных задач инженерной психологии — создать такой интерфейс, с которым человек сможет адекватно работать, и в котором он сможет реализовывать свои какие-то внутренние способности, склонности, таланты. Еще один аспект — это аспект, касающийся работы с техникой. На сложных предприятиях, в частности, на атомных электростанциях, человек, который работает оператором, он имеет тело с большим количеством приборов. То же самое касается космонавтов, летчиков и так далее. При этом очень многие приборы не являются информативными с психологической точки зрения. То есть, они расположены таким образом, что вы не можете отслеживать показания разных приборов в одном месте. Ваша сфера внимания, она не учитывается расположением приборов, поэтому вам будет сложно, вам будет не совсем комфортно работать в этой среде. Вот по поводу расположения, очень часто используется этот аспект в таком направлении, допустим, как раскладка товара в магазине. То есть, если человек приходит в магазин, в супермаркет, то 80-90% товара он, как правило, берет со средней болти, которая находится у него перед глазами. То есть, это наиболее удачное место, куда вы можете свой товар положить. Почему, допустим, в магазине, в супермаркете товар раскладывается таким образом, что товары первой необходимости лежат в дальних концах магазина? То есть, как правило, мясо, хлеб — это противоположные концы магазина. Потому что человек, прежде всего, идет за этими товарами, и чтобы их найти, он вынужден пройти все товары, которые находятся в магазине. Таким образом, шанс того, что он возьмет то, что ему не нужно, значительно повышается. Те товары, которые человек берет в состоянии неосознанно, находятся возле кассы. Жевательная резинка, конфеты, сладости. Потому что человек, подойдя к кассе, он находится уже в состоянии субъективности, повышенного внушения. Он воспринимает свои действия некритично. Поэтому взять в последний момент эти товары очень удобно. А детские товары, рассчитанные на детей 2-3 лет, очень выгодно располагать немножко выше, чем это было бы удобно для ребенка. Потому что, подходя к кассе, мамы берут своего ребенка на руки, и этот товар находится перед его глазами. И здесь ребенку очень легко его ухватить. И один из критериев, чтобы схватить этот товар, было проще всего, они положили себе в тазеру. То есть, вот таких вот моментов психологии и коммерции используются очень много. Это опять же связано со расположением товаров в пространстве. Но, в частности, одно из направлений конкретно инженерной психологии. Ну вот еще ряд направлений, они сверху записаны. Это спортивная психология. Психология, использующая какие-то внутренние ресурсы организма, чтобы он мог показывать в определенное время наиболее высокий результат. В частности, не знаю, рассказывал я вам про Десс-сан, называется он самочувствие и активность настроения. Рассказывал вам о том, что Десс-сан – это фертибальная оценка, которую спортсмен ставит сам себе перед тренировкой. Рассказывал. То есть, оценивает самочувствие, активность и настроение каждый день. И в результате можно сформировать некие графики, на основании которых можно подвести спортсмена к оптимальным кондициям на соревнованиях. При этом, в частности, вот можно сослаться на известный эксперимент, который знают все медики, но психологи не часто его проходят, но физики мы с ним совсем редко сталкиваемся, скорее всего, даже не сталкиваются. Это эксперимент на лягушках. То есть, эксперимент заключается в следующем. Берут материал, берут лапку лягушки, вскрывают ее и подключают электрод к нерву. На нерв подается электрический ток, и на протяжении 4-5 часов лапка лягушки сокращается под действием электрического тока. Ну, потому что нерв раздражается, и, соответственно, лапка сокращается. Если мы подключим электрод непосредственно к мышце, минуя нерв, то лапка будет сокращаться на протяжении суток. Потому что мышца, она гораздо больше способна к труду, чем нерв, чем вообще психика человека. То есть, психика – это самый, прежде всего, изнашиваемый ресурс. Теперь представьте себе бегуна, который бежит в марконскую дистанцию, иногда даже больше. То есть, человек, который на протяжении 3-х часов должен показывать максимальные какие-то результаты, которые граничат вообще с человеческими возможностями. Вот тот человек, который сможет отключать на этом этапе свою психику, тот человек, который максимально сможет использовать особенности своего организма, он, наверное, сможет побеждать в таких соревнованиях. Герто Губерден говорил, что в спорте высоких достижений прежде всего побеждает психология. То есть, тот период, когда организм человека подходит к какой-то грани, вот психологические какие-то моменты, они начинают играть ключевую ведущую роль. То есть, кто больше эти моменты не учитывает, соответственно, у того выше шансы высокого результата добиться. Следующее направление – юридическая психология. Здесь у нас такие практические аспекты, как психология следственных действий, каким образом можно допросить человека так, чтобы он во всем признался, или каким образом можно выяснить, обманывать человека или не обманывать. То есть, очень многие эти моменты будут учитываться. Такая современная образа, как авиационная и космическая психология, это подраздел, наверное, инженерной психологии. Здесь занимаются как раз какими-то экстремальными вещами. Ну, в частности, представьте себя в качестве космонавта, который должен в одиночестве находиться в длительном полете или находиться в полете с незначительным количеством людей, которые, возможно, через какое-то время начинают раздражать, которые не нравятся, с которыми нужно налаживать и поддерживать хорошее отношение. То есть, все эти аспекты в авиационной и космической психологии затрагиваются. Военная психология, психология капитализации, экспериментальная психология и так далее. То есть, в направлении у современной психологии фактически множество психологии у нас наука, проникающая фактически во все отрасли человеческой жизни. И на что нужно обратить внимание, все эти отрасли так или иначе очень тесно связаны между собой. Несмотря на то, что общая психология дает только какие-то базовые принципы закономерности, она проникает во все прикладные отрасли психологической науки. Любая из этих отраслей фактически имеет выход на какие-то другие отрасли, пользуются ее знаниями и так далее. Ну и для того, чтобы вам в качестве примера практически одной из отраслей, я хочу вам показать видеофрагмент небольшой. Это, собственно, каким образом у нас в авиационной, ну, в инженерной психологии используются те знания, которые накоплены в психологии вообще в целом. Все, наверное, слышали, вот два года назад с небольшим произошло такое несчастье, гибель польского самолета, который разбился. Там погиб президент Польши, погиб руководитель вооруженных сил Польши и так далее, так далее. Вот в данном случае у нас отчет вот нашего отечественного маг-агентства, это, если не ошибаюсь, агентство, которое реализирует все авиакатастрофы, которые проходят на территории Российской Федерации. И по результатам, вот как раз заключение экспертов, пришли к выводу, что гибелью явился человеческий фактор. То есть вот в данном случае представлена реконструкция полета, это последние 15 минут полета, с полностью, со всеми показаниями датчиков, которые были приведены на экране самолета, со всеми разговорами пилотов и со всеми разговорами обеспеченных. То есть на основании этой записи, по сути, делается вывод о том, что именно человеческий фактор является ведущим. Сейчас немножко отмотаем, я попробую объяснить, я свет выключу, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok наглядал диспетчер по графическому линию. Подрежность вариантации глиссады не создает предпосылок к преждевременному снижению самолета. При полете самолета по более крутой глиссаде расчетная вертикальная скорость увеличивается на 1 метр в секунду. В общем, один из ведущих психологических факторов, ну, как было сочнено, что в кабине находились посторонние люди. То есть в любом авиационном полете, это один из основных принципов, нельзя, чтобы в кабину попадали посторонние лица. А вот в данном случае, рядом с полетом со штурманом, в кабине находится руководитель авиационно-вооруженных всей Польши. То есть он сам ученик, который только может быть. То есть он находится вместе в кабине с пилотом и отдает параллельно с пилотом какие-то команды. Вот в данном случае, с психологической точки зрения, это очень негативно сказывается на решениях, которые пилот принимает. А казаном ли я? Что-то там ниже установлено. С зеленым светом показана та наиболее благоприятная траектория, по которой самолет должен был заходить на посадку. То есть, как видите, момент, когда самолет должен был начать опускаться, он был пропущен. И после этого приходилось вертикальную посадку проводить гораздо быстрее. То есть ускорение падения, оно значительно превышало расчет. Еще раз напоминаю, что снижение по глиссаде выходило в облаках, вне видимости надземных арентиров. Несмотря на информацию диспетчера, экипаж продолжил полет на высоте круга, выполняя карту контрольной проверки. Расчет на вертикальную скорость снижения по глиссаде штурман не доложил. Снижение по глиссаде было начато со значительным опозданием, что в дальнейшем потребовало существенного увеличения вертикальной скорости. При полете по глиссаде экипаж выдерживал повышенную скорость около 300 км в час, вместо 265 км в час, что дополнительно затрудняло плоти. Здесь и далее диспетчер информировал экипаж о нахождении на глиссаде, наблюдая отмерку самолета внутри фактически отображаемой на его экране зоны допустимых отклонений, что соответствует положению сборника организационной информации Российской Федерации и страны Сангет, по правилам которого выполнялся полет. Экипаж проинформировал о посадочной конфигурации самолета. Руководитель полета дал команду посадка дополнительно. В зависимости от сложившихся условий, например, задней третно-посадочной полосы или ухудшения метеоусловий, руководитель полета информирует об этом экипаж и сообщает, посадка дополнительно. Данная фраза означает, что посадка не разрешена. В этом случае, если экипаж до пролета высоты принятия решения примет и сообщит свое решение о посадке под свою ответственность, диспетчер может разрешить посадку. Однако данное разрешение будет означать только то, что воздушное пространство впереди и взлетно-посадочная полоса свободны. До пролета высоты принятия решения 100 метров и далее никаких докладов от экипажа не поступало. При пролете данного привода самолет был на 120 метров выше установленной на аэродроме Смоленка-Северные леса до снижения, что предопределило повышенную вертикальную скорость снижения и первой срабатываемой сигнализацией ТАСС впереди земля. В данный момент на основном электронном высотомере командира было установлено стандартное давление 760 миллиметров ртутного столба, что привело к завышению его указаний на примерно 170 метров. Кто из членов экипажа и с какой целью произвел эти действия точно установить по имеющимся данным не представилось возможно. На остальных высотомерах, включая другой высотомер командира, расположенный рядом, сохраняло давление аэродрома 745 миллиметров ртутного столба. В сравнении показаний параметрических высотомеров, радиовысотомеров и доклады штурма на высоте полета можно сделать вывод о том, что начиная с 300 метров доклады о высоте производились по радиовысотомеру без учета рельефа местность, что является нарушением технологии работы и дезинформировало экипаж. Штурмом экипажа имел самостоятельный налет по Ту-154 в 26 часов и перерыв полета в 2,5 месяца, в ходе которого он выполнял полеты в качестве второго пилота самолета Як-40. Как видите, в настоящий момент времени самолет снижается с вертикальной скоростью более 8 метров в секунду, что в два раза больше расчет и скорости написали. Никто из членов экипажа предупреждение крутое снижение не сделал. Данная вертикальная скорость сохранялась вплоть до начала маневров и избежать на столкновение с препятствием. Самолет достиг установлены минимально безопасной высоты снижения в 100 метров. Анализ фактических метеоусловий показал, что установление визуального контакта с огнями светосигнальной системы или наземными ориентированиями было невозможным. Никаких докладов от экипажа не поступало. Разрешение на посадку диспетчером не водоладовало. Экипаж обязан был инициировать уход во второй круг. Однако самолета продолжил снижение с ключом автопилотом и автоматом Ягин. Штурман продолжал диктовать высоту через каждые 10 метров вплоть до высоты 20 метров. Однократная совмазанная сигнализация системы раннего предупреждения приближения земли ТАСС не вверх и башен не реагировал. Как вы видите далее, резкие действия командира ладошного сутка, предпринятый в последний момент, не являлись результатом его сформированного решения по уходу на второй круг и осознанной реакции на большую вертикальную скорость снижения около 8 метров в секунду, на неоднократное срабатывание сигнализации системы ТАСС и Нильверх, на снижение ниже высоты принятия решения 100 метров, на срабатывание звукового сигнала достижения высоты принятия решения по раннего высотомера 60 метров, на инфляцию второго пилота уходим на команду диспетчера прекращение снижения горизонт-101. Данный флаг свидетельствует о попытке на визуальный полет до пролета ближнего приводного радиомаяка с целью производства посадки визуально. Далее в видеоролике самолет красного цвета будет показывать расчетную траекторию полета и своевременном уходе на второй круг. Необходимо особо подчеркнуть тот факт, что столкновение с препятствием произошло ниже уровня взлетно-посадочной полосы до маркированной точки наземного агентационного средства ближнего приводного радиомаяка, координаты которого, к тому же, не были введены экипажем в систему управления полетом. Таким образом, данное происшествие это классический случай столкновения с землей в управляемом полете, так называемый Control Flight Академия или СИЭВАЙТИ, который ежегодно повторяется в мировой авиации. В заключении хочу подчеркнуть, что в представленном фильме изложены непосредственные причины происшествия. Системные причины факта авиационного происшествия изложены в окончательном отчете комиссии. То есть, вот заключение руководителя МАК. Непосредственные причины катастрофы явились непринятие экипатом своевременного решения об уходе на запасной аэродром при неоднократной своевременной полученной информации фактических низусловных на аэродром установленных систем в значительном хуже установленных для аэродрома снижения неравидимости на земле и литера и значительно ниже установленных руководителей полетов принимают на высоту ухода на вторую суху 100 метров с целью перехода на визуальный полет отсутствие должной реакции и требуемых действий при многократном собакуном предупреждении и командном системе предупреждения ТАСС эти причины привели экстрактивную самолета с препятствием из него буквально поездок полета в спину его разрушили гибель экипажа и пассажиров по заключению летных экспертов реализованных психологов в том числе польских присутствует командующего выезд республики Польщик и на сроковении до столкновения самолета с землей оказало психологическое изменение на принятие решений командиров о продолжении снижения в условиях ненавидного риска с имеющей генерантной целью выполнение посадки во что возникло в результате судебно-медицинской экспертизы в праве горнокомандующего ВВС обнаружил этиловый алкоголь консистрация 06 проверки техническая комиссия установила что способствующими факторами катастрофы явились длительное прождение экипажа с директором протокола и экипажом польского самолета Левсор информация о фактической погоде куклу срочного джинера и невозможности соснов экипажа выполнения по мере окружения что увеличило психонациональное напряжение экипажа и привело к возникновению командира состояния психологического конфликта мотива с одной стороны он понимал что посадка сложившаяся в условиях небезопасных существовала с мотивацией на выполнение посадки и его на родном назначении по материалу технической комиссии независимых экспертов в случае ухода на запасную надежда командирам ожидать выдачную реакцию главных посадков следующие сопутствующие факторы в связи с экипажем и управляем ресурсами СРФ со славой командиры воздушного согла подробно подробно анализировать не будем смотреть то есть обратите внимание если учесть что вот эти паузы они бы не делали в своем фильме фактически последний момент в течение которого были произведены трагические ошибки они составляли по сути 40-50 секунд 40-50 секунд на то чтобы человек принял или не принял верное решение на то чтобы учел показатели давление на то чтобы проанализировал три ошибки при введении высоты сравнений и так далее и так далее и так далее то есть все эти факторы они должны быть учеными и в инженерной психологии как раз в уютной психологии все эти моменты анализируются так ну вот на этом мы наверное тему которой посвящена у нас вторая тема вторая лекция заканчиваем после перерыва начинаем третью тему на следующей неделе в это же время у нас с вами будет тест на знание темы второй тема вторая вместе с результатами теста первого как только мы разберемся с кисточками с оставшимися я вам отправлю на электронный адресант сейчас перерыв если вы помните про народию темы предыдущей то там мы с вами во-первых затрагивали такой вопрос как история развития психологии как науки в этой истории мы выделяли четыре этапа первый этап психология как наука души второй этап психология как наука познание третий этап психология как наука о поведении И если помните, в схеме у нас был выделен еще и четвертый этап, который звучал «Психология как наука о психике». «Психология как наука о психике». Вот как раз тема третья, она и будет посвящена вот этому четвертому этапу развития психологии как науки, и будет посвящена планете о психике, представления о психике, кто его изучал, как это делалось и что это вообще означает. Во-первых, тема включает в себя всего два вопроса. Вопрос первый – это «Психика как свойство высокоорганизованной живой материи». То есть здесь мы разберемся с целым, с понятием «психика». И вопрос второй – это развитие психики животных, как оно происходило. Ну и собственно, чтобы вы представляли себе, структурированный наш материал, соответственно, тема четвертая – после изучения психики мы будем изучать сознание человека, как оно формируется, какие этапы это проходит и так далее. То есть сейчас некий переходный этап между психологией, как наукой, и представлением его сознания человека – это собственно психики. Сообщение, которое вот есть, вы можете по ним сделать свои презентации. Потому что мне очень многие пишут «дайте мне тему, пожалуйста, презентации». В начале каждой лекции, если есть какие-то сообщения, то вы по ним можете подготовить к презентации. Итак, понятие темы, с которыми вы должны будете познакомиться, которые вы должны будете знать. Если на экзамене у меня возникнет вопрос «Сколько вы получаете?» 4 или 5, 3 или 4, 2 или 3, то я буду спрашивать как раз вот эти понятия, вот эти термины. То есть дополнительные вопросы у меня выглядят в виде изучения того, как вы знаете, базовую какую-то терминологию психологии. То есть, например, я вас спрашиваю, что такое психика, да, эти термины. И не психики. Итак, это понятие психика, реакция, раздражимость, тропизм, чувствительность, поведение, ягонсенсия, адаптация, инстинктивное поведение. А очень частая ошибка, которая возникает, почему-то у всех, когда на экзамене спрашивают, что такое раздражимость, мне рассказывают, что такое раздражительность. Это абсолютно разные вещи. Раздражительность — это скорее качество человеческой личности, какая-то неадекватная реакция на окружающий мир. Раздражимость — это первая стадия развития психики. То есть, различайте, пожалуйста, в случае чего вот эту ошибку не повторяйте. Итак, прежде чем говорить о понятии психики, можно вспомнить тот пример, который мы с вами изначально обсуждали. Если помните, я вас спрашивал, что у нас облагают, какие живые и живые существа психиками. Мы с вами договорились до того, что психику мы олицетворяли, сравнивали с появлением нервной системы. То есть, если есть у человека нервные клетки, то, соответственно, появляется и психика. На самом деле, представление о психике в современной науке, ну, в зависимости от источников, представление очень многообразное. Вот в качестве примера на слайде вы можете видеть шесть из них. Первый подход — это ампатизм, автор подхода Рене Декарта. И, кстати, он же автор каузальной философии. У вас просто этот вопрос будет в следующем тесте. И все всегда поголовно делают ошибку. Ну, помните, когда мы говорили про Рене Декарта, я говорил, что второе его имя, под которым он знает большая часть Европы, это Ренатус Картезирус. И поэтому он автор также и картезианской философии. Так вот, с точки зрения антропсихизма, картезианской философии, у нас психика, это ей обладает только человек и более никто. То есть это такой крайний взгляд, немножко позже он трансформировался, и мы сейчас думаем, что только сознание, присуще человеку, больше никому, кроме человека, кроме как у человека, сознания нет. Вот Декарт считал, что психика, она присуща только человеку. Следующий подход — это подход, который называется панпсихизм, и он говорит о том, что психикой обладают абсолютно все, в том числе те, кто по сути, по своей, даже живыми существами не являются. Следующий подход — это биопсихизм. Биопсихизм говорит о том, что любое живое существо обладает в той или иной степени психикой, в частности даже растением. Ну, несмотря на то, что нервной системы нет, сторонники биопсихизма говорят, что несмотря на это, все равно психика у растений есть. Ну и в качестве примера приводят тропизм. То есть качество тропизма, если вы поставите цветок на подоконник и повернете его немножко стороной, которой непривычно на его цветку раньше стоять, то он свои листья и весь свойств пол развернет таким образом, чтобы поймать большее количество света. Вот это вот неосознанное движение к свету, это является свойством тропизма. Следующий подход — это нейропсихизм. Это позиция Чарльза Дарвина, которую мы с вами и озвучивали. И если есть нервная система у живого существа, то это, безусловно, признак психики. Следующий подход — это мозгопсихизм. Это подход Платонова. Он говорит о том, что те живые существа, у которых появляется головной мозг, о них мы уже можем думать, как о существах, которые обладают психикой. Если головного мозга нет, то, соответственно, и психики тоже быть не может. Но вот в частности, насекомые у нас психикой не обладают, обладают узловой нервной системой, соответственно, психики у них нет. Если существо более высокого порядка начинает появляться, как у рыбы, какой-то некий мозговой кузырь, то мы можем говорить о том, что у них начинает появляться психика. И последний подход — это критерия появления зачатков психики живых организмов. Это у нас наглядно демонстрирует наличие чувствительности. Чувствительность — это возможность формировать для себя внутри образ окружающего мира. Это базовый подход в отечественной психологии его основателя Алексей Николаевич Леонтьев. То есть с Леонтьевым мы с вами уже немножко сталкивались, о нем мы еще сегодня поговорим. Итак, запишите для себя базовое определение психики, которое мы будем брать за основу и которое мы должны знать официально. Итак, психика — это свойство высокоорганизованной живой материи, которая заключается, во-первых, в активном отражении объективного мира, второе — в построении неотчуждаемой картины этого мира, и третье — регуляция на этой основе поведения и деятельности. То есть с позиции традиционной отечественной психологии и психикой обладают все существа, которые способны производить вот эти вот три действия, три элемента. Активно отражать, строить внутри себя картину окружающего мира и регулировать своим поведением и своей деятельностью. Регулировать и управлять поведением и деятельностью. То есть какие выводы мы с вами можем сделать вот из данного определения психики? Ну, во-первых, наверное, базовая вещь — это свойство высокоорганизованной живой материи, то есть только те объекты, которые имеют возможность жить. Признаком жизни у нас является наличие белковых цепочек, наличие белка, наличие некоторой системы, способной к гомеостазу и так далее, и так далее. То есть только живые существа, во-первых, у нас психикой обладают. Вторая особенность психики, причем обратите внимание, что не просто живого существа, а только высокоорганизованного живого существа. То есть у нас, в принципе, если мы и говорим про то, что вот какая-нибудь амега одноклепочная способна к психическим действиям, мы все-таки говорим о какой-то элементарной психике, которой психикой, по сути, и не является. То есть если мы возьмем амегу и поместим ее в какую-то среду, которая для ее жизни неблагоприятна, то есть мы ее помещаем в воду, с одной стороны воды мы организуем какую-то кислоту повышенную, при этом амега будет стараться всеми своими движениями вот из этой негативной среды выбраться. Ну, руководство, видимо, пословицы «дают бери, бьют бьди». То есть какие-то элементарные вещи психики, они уже начинают появляться на том моменте. Главная особенность психики у нас заключается в том, что живое существо способно отражать объективный мир. Ну вот само понятие отражения, наверное, каждому интуитивно понятно, то есть вы подходите к зеркалу, зеркало вас отражает. Точно так же в живом организме на него накладывает отпечаток то, что его окружает. То есть живой организм, он зависит от окружающей среды, и в соответствии с этим сам как-либо изменяется. Если мы возьмем неживое существо, допустим, кусок мела или ручку, и поместим его в любую среду, он останется, по сути, таким, какой он есть. Он активно меняться в соответствии со средой не будет. Если это в них неблагоприятные условия, допустим, высокая температура, скорее всего ручка расплавится. Но это будет всего лишь реакция на окружающий мир, это не активное отражение, это будет отражение пассивное. То есть мы говорим о том, что живые существа, обладающие психикой, они способны активно отражать окружающую действительность. То есть сами производят в ответ на окружающую среду какие-либо действия. Ну и третий параметр, на который надо обратить внимание, что получаемое живым существом информация в окружающем мире служит основой для регуляции внутренней среды. Но вот это вот как раз базовое свойство гомеостаза, то есть любая система, она совершает попытку сохранить свою неприкосновенность. Пытается прежде всего сохранить свою структуру. Точно так же и живое существо, и вы сами стараетесь сделать все, чтобы ничего в вашей жизни не менялось, или какие-то изменения происходили в связи с внутренними, какими-то мотивами поведениями, а не внешними. То есть если завтра вы захотите заняться экстремальным спортом, то это будет по вашему внутреннему желанию, будет исходить от вас. Если вас, допустим, завтра заберут в армию, что можно по сути так же сказать, как сравнить с занятиями экстремальным спортом, скорее всего вам эти действия не понравятся. То же самое происходит в человеке, когда он стабильно курирует, когда он свою стабильную жизнь пытается как-то резко изменить. Представьте себе реакцию организма на то, что человек пытается бросить курить. Если человек не курит и пытается начать курить, то организм внутренне начинает этому сопротивляться через тошноту, через какие-то действия внутренние, через непринятие, ну потому что происходит отравление организма, как минику. Когда человек пытается бросить курить, продукты курения проникли уже в его обмен веществ, и по сути организм пытается поддержать текущее состояние, вот этот гомеостаз. То есть бросить курить, это фактически такой же стресс, как и начать курить. И в любом случае, и в первом, и во втором, организм будет бороться за то, чтобы некая стабильность сохранялась. То же самое происходит с людьми, которые хотят, допустим, набрать вес, либо хотят, наоборот, сбросить лишний вес. В любом случае, организм воспринимает тот вес, который сейчас у вас есть, текущий вес, как наиболее благоприятный, за который нужно держаться. Поэтому человек полный, с большим трудом может похудеть, ну хотя бы потому, что организм всеми силами этому препятствует. Но что происходит у нас на внутреннем организменном уровне? Представьте, что вы полный человек, которому вдруг захотелось похудеть. Как эту ситуацию ведет организм? Как можно похудеть? Ну элементарная вещь, которую для этого человек делает, он начинает потреблять меньше энергии, чем тратить. То есть вы потребляете меньше, тратите больше. Как это воспринимает организм? Организм, предположим, у него нет глаз, который есть у вашего сознания, он не осознает тех целей, какие вы будете красивые, если вы спросите килограммов 5-6, ну и так далее, и так далее. Организм эту ситуацию понимает однозначно. Это ситуация стресса. Ситуация, в которой вы себя чувствуете, он себя чувствует очень плохо. И он с этой ситуацией должен каждый бороться. Первое, что он может сделать, это замедлить объем веществ и снизить ваше энергопотребление. Энергопотребление он снижает, вы чувствуете чувство голода, но худеть вы не станете. А что делается дальше? Дальше, измотавшись вот от этого чувства голода, вы начинаете что-то есть. Вы съедаете немножко больше, что происходит на уровне организма. Организм говорит себе, наконец-то пища. Вот теперь-то я смогу в следующий раз предупредить ту проблему, которая возникала не так давно. То есть вот недавно я голодал, и у меня возникло ощущение, что я скоро умурот был. Поэтому мне нужно пока пища есть, запастись хотя бы чуть-чуть на случай, если вот этот стресс повторится. И организм первым делом начинает откладывать жир. Таким образом человек попадает в замкнутый круг. То есть когда он голодает, организм и веществ занедляет. Когда вы начинаете потреблять пищу, организм первым делом начинает откладывать лишний вес для того, чтобы когда будет следующая голодовка, он бы смог продержаться как можно дольше на этих жировых запасах, которые он обложил. То есть единственный адекватный способ похудеть, по сути, это обмануть свой внутренний организм, свое внутреннее я. Это сказать себе, что я голодать во время похудения не буду. И во время похудения обязательно нужно питаться. Если вы во время похудения чувствуете голод, то фактически состояние гомеостаза – это первое, что вас от этого вернет, и вы фактически не получите тот результат, на который рассчитываете. Таким образом, третье свойство психики у нас заключается в том, что организм, улавливая то, что происходит в окружающей среде, пытается сохранить некую стабильность, которая у него уже появляется. Итак, живая материя у нас, обладающая психикой, способна реагировать на изменение внешней среды или на воздействие объекта погружающей среды. Это то, что свойственно любому живому организму. Чем живые организмы, по большому счету, отличаются между собой? Чем отличаемся мы, люди, от кошечек, собачек, от насекомых, от червячков? Раз и те, и те, и те, и те, обладает у нас психика, и те, и те, и те, и те, обладают вот этими свойствами, представлениями о психике, о психической жизни, и все они способны реагировать на изменения окружающей среды. Базовое отличие заключается в сложности вот этих вот реакций. То есть, базовое отличие заключается в сложности организации психики. То есть, чем сложнее психика, тем стало бы более высоко организовано живое существо. Чем сложнее психика, тем более высоко организовано живое существо. Сейчас мы с вами разберемся, что базовая стадия развития психики называется раздражимость. Базовая стадия развития психики называется раздражимость. Итак, уровень раздражимости, во-первых, что такое раздражимость? Раздражимость у нас выражается в проявлении вынужденной активности живого организма. Раздражимость – это проявление вынужденной активности живого организма. Чем более высокий уровень развития организма, тем сложнее способность к реагированию на то, что происходит в окружающей среде. Итак, раздражимость – это базовый уровень, и сюда мы можем отнести пример того же тропизма. Отметенность для себя, что тропизм – это у нас вынужденное движение растений. Тропизм – это вынужденное движение растений, то есть поворачивание растений к свету и так далее. На уровне раздражимости у нас находятся фактически все одноклеточные живые существа и какие-то живые существа, которые находятся на самых низких уровнях развития. То есть это различные морюзки, это различные водные организмы мелкие, то есть те существа, которые по сути самостоятельны жить в мире, и только реагируют на то, что происходит в окружающей среде. Гораздо более сложные существа – это существа, перешедшие на второй уровень. Это уровень, который называется чувствительность. Чувствительность у нас, во-первых, предполагает способность к ощущениям. Способность к ощущениям. Во-вторых, чувствительность позволяет живому организму строить картину окружающего мира, строить представление о том, что в окружающем мире происходит. То есть представьте себя маленькой-маленькой амебой. Вы не имеете абсолютно никакого представления о том, что вас окружает, что из себя представляет окружающий мир. Вы только ощущаете ощущение дискомфорта на какой-то момент. Ну, ощущением-то это тоже назвать нельзя. То есть есть некий полюс положительный, есть некий полюс отрицательный. Если полюс отрицательный, то вы должны двигаться, сокращаться, сжиматься и таким образом этому отрицательному противодействию. Если среда положительная, вы наоборот расширяетесь, делитесь, размножаетесь. И вот, собственно, и вся психика омена. Немножко сложнее, когда у нас появляется чувствительность, организм начинает строить некое представление об окружающем мире. Главное отличие чувствительности от раздражимости в том, что на организм действует на самом деле огромное количество вещей, которые он не учитывает. Ну, то есть, допустим, если мы возьмем более живой пример, ну, который, по крайней мере, близок к нам, многие вещи в нашей жизни мы никоим образом не контролируем. Там, магнитные бури, всплески, там, солнечные активности и так далее, и так далее. То есть, возможно, они на нас влияют, но мы их не осознаем. Так вот, чем более низок уровень существа живого, тем меньше, по сути, он информации осознает. Самые простые существа осознают и реагируют только на ту информацию, которая непосредственно связана с выживанием. То есть, если земляной червь ползет себе, куда ему нужно, и при этом возникает некая преграда, которая действительно на его жизнедеятельности сказывается, тогда уже вот эта дождевая червь начинает окружающей себе сопротивляться. Если вы при этом включите земляному червю некую музыку, под которую ему, возможно, будет грустно ползти, то земляной червь никак на нее не отреагирует, потому что для него важны только те вещи, которые способствуют или не способствуют его выживанию, которые непосредственно с его жизнью связаны. Чем более высокоорганизованное существо, тем больше элементов окружающего мира оно способно осознавать, тем больше факторов оно может учитывать. Ну, человек, соответственно, как самое высокоорганизованное существо, пытается учесть абсолютно все факторы, которые его окружают, и даже создает для себя некие условия. То есть, представьте себе, человек сам смог построить огромное количество домов, машин, придумать кучу изобретений для того, чтобы ему в окружающей среде жилось комфортно. То есть, пытался учесть фактически все факторы, которые его окружают. На уровне чувствительности. Уровень чувствительности предполагает некую способность к ощущениям. Но какие ощущения мы можем назвать на примере самих себя? То есть, это, видимо, осезание, интересное ощущение, это зрение, это слух, это способность воспринимать себя, и так далее, и так далее. То есть, вот те ощущения, которым способен человек. По сути, каждое низкоорганизованное живое существо, оно воспринимает те же ощущения, как человек, только в гораздо меньшем объеме. То есть, допустим, дождевой человек не воспринимает слуховые какие-то ощущения, у него этой способности нет. Почему нет? Потому что слуховая какая-то информация у диалога, она не способствует его выживанию. Способность к ощущениям предполагает новый уровень приспособления. То есть, какие-то процессы поведения. Третий уровень после способности к чувствительности, после этапа чувствительности, это уровень поведения. Итак, первый уровень — это раздражительность, второй уровень — это чувствительность, и третий уровень — раздражимость, совершенно верно, чувствительность, и третий уровень — поведение. Что такое поведение? Поведение — это сложный комплекс реакции живого организма на воздействие внешней среды. То есть на уровне развития поведения живое существо уже имеет возможность строить образ окружающего мира, и для того, чтобы лучше всего приспособиться к тому, что происходит, начинают вырабатывать некие адекватные алгоритмы, некие образцы поведения своего. Итак, поведение — это сложный комплекс реакций живого организма на воздействие внешней среды. Животные, которые способны к поведению, они уже начинают предполагать некую опасность, которая может с ними случиться. Вот в качестве примера. Червь дождевой, который ползет, он у нас меняет направление своего движения, когда сталкивается с преградой. Ну, предугадать преграду он не имеет возможности, когда он с ней сталкивается, он начинает эту преграду оползать. В следующем уровне существо — это существо, которое способно к поведению уже — это собака. Собака видит изначально некую преграду, в частности, забор, и она начинает избегать эту преграду до столкновения. То есть ее способность чувствительности, она уже предполагает, что собака начинает свое поведение как-то прогнозировать. То есть ни собака не бежит, не натыкается на забор, и после этого не начинает его облегать. При этом вот эта попытка стереотипа предупреждения опасности формируется с опытом живого существа. То есть маленькое животное, собака, щенок, точно так же, как и человек, первое время убегают в какое-то препятствие, после этого начинают предугадывать свои действия и пытаются свои действия уже регулировать заранее. Ну и на четвертом стадии развития у нас находится такое живое существо, как человек. Оно гораздо более высоко приспособлено и уже способно реагировать на какие-то неожиданные факторы, которые происходят там в его жизни, и эти факторы предупреждают. Сознание еще так же предполагает то, что человек может пользоваться мотивированным поведением. То есть мы строим свои поступки, исходя из той цели, которой мы добьемся немножко позже. Мы ориентируемся, прежде всего, в своей жизни не на потребности текущие, которые у нас возникают, а на те цели, которые мы перед собой ставим. Ну и последний, четвертый уровень — это уровень сознания. Сознание — это четвертый уровень развития психики. Итак, сознание — это высший уровень психического отражения и регуляции, присущий только к человеку, как общественно-историческому существу. Присущий только человеку, как общественно-историческому существу. Очень часто возникает вопрос, неужели у человека есть сознание, а у некоторых высших животных сознания, по сути, нет. Также так получается, вот слоны говорят очень умные, собаки очень умные. В то же самое время у них только поведение, у нас сознания нет. При этом в качестве примера часто приводят такие вот факты, когда собака обладает очень сложными какими-то образцами поведения. Но вот на самом деле вот эти сложные образцы поведения собака, она очень часто чувствует гораздо острее, чем вы. Они объясняются тем, что собака живет в условиях ограниченных факторов, которые на нее влияют. Представьте, что у вас дома собака есть, и она очень четко осознает, как вы считаете, считывает ваши эмоции, понимает, что вы сейчас думаете, чувствуете, может вас успокоить, каким-то образом на вас повлиять. Представьте себе, что вы живете вот на месте своей собаки. Вас окружают там два-три живых существа, больше никого. Если при этом еще собака не гуляет, но вот кошка, допустим, ее из дома редко выпускает, то есть она находится там в условиях квартиры. Ее окружают вот эти вот стены, окружаете вы как живые существа, и больше ничего. Вот это живое существо начинает очень четко реагировать на любое проявление вашего поведения, которое вы даже не осознаете. То есть ваша кошка там четко знает, что если хозяин там с утра встал быстро, значит, у него, возможно, настроение хорошее, и за это можно получить какое-то вознаграждение. То есть высокоорганизованное живое существо с развитыми комплексами поведения, оно разрабатывает ту стратегию поведения, в которых ему удобно. И, к сожалению, психологических исследований, подтверждения там различных феноменов собачьих, там типа хатика, если кто-то слышал, они не находят своего подтверждения, вот это вот привязанность и так далее, и так далее, как правило, объясняется очень качественной, какой-то грамотной выучкой или дрессировкой. То есть собака настолько приучилась, и не способна менять схему своего поведения. В этом план-лайне, кстати, очень многие дрессировщики считают, допустим, что собаку дрессировать проще, потому что она умнее. Кота тяжелее дрессировать, потому что он глубее, потому что он не воспринимает какие-то команды. А на самом деле просто кот немножко иначе мысли. Кот на уровне осознания окружающего поведения, он не воспринимает, допустим, громкость, с которой к нему обращаются. Поэтому если вы вдруг коту что-то плохое, вы пытаетесь его отучить от какого-то действия, начинаете на него кричать, а, как правило, вас не понимают. То есть он на вас искренне смотрит, он видит, что вы кричите, но для него этот крик не является чем-то негативным. То есть вот этот момент, когда живое существо не осознает подкрепление, которое есть. Но вот в частности Кулачок говорит о том, что у собаки схема поведения сохраняется на гораздо большее время. У кошки схема поведения гораздо более независима в условиях окружающей среды, то есть кошку дрессировать гораздо сложнее. Итак, сознание, в чем оно выступает для человека, что вообще есть в ваше сознание? Запишите, сознание выступает как непосредственно меняющаяся совокупность чувственных и умственных образов. Чувственных и умственных образов. Непосредственно предстающих перед субъектом в его внутреннем мире и предвосхищающих его практическую деятельность. Обратите внимание на определение, на то, что там написано. То есть, во-первых, в каком виде для нас предстает наше сознание. Очень многие ученые, особенно в средние века, в эпоху изучения сознания, они пытались сознание определить как внутреннюю речь. И очень часто многие литературные герои в книге, то есть автор пытается изложить, каким образом у нас литературный герой мысли. Вот если мы на самом деле возьмем и попытаемся изложить свои мысли, то они будут представлены в виде каких-то обрывков фраз. Потому что наше мышление, вот сознательные процессы, они происходят гораздо быстрее, чем вы можете их произносить вслух. Вот этот феномен у нас изучал еще Лев Семенович Выгодский. И это, кстати, одна из причин, по которой человек читает медленно. То есть, фактически Выгодский говорил о том, что наша скорость чтения вслух и про себя должна соотноситься приблизительно раз в 10-15. То есть, про себя мы должны читать гораздо быстрее. Потому что процессы мышления происходят быстрее. Одна из базовых проблем, когда мы читаем, мы артикулируем то, что прочитываем. Ну, в качестве примера можете дома попробовать взять кусочек бумаги, вложить себе в рот ручку, зафиксировать там язык. Так делается в школах скорочтение. И вот с таким образом зажатым ртом, когда язык не имеет возможности повторять то, что Вы прочитываете, Вы будете читать гораздо быстрее. Но в зависимости от того, как Вы будете проводить эксперимент и так далее, у Вас могут получиться интересные результаты. Ну, просто сами для себя попробовали. Эксперимент достаточно интересный, просто сам для себя. Помимо того, что происходят вот эти вот обрывки фраз, обрывки речи в Вашем внутреннем мире перед Вами проходят, перед Вами проходят еще и череда каких-то визуальных, умственных образов. То есть, при этом, как бы, периодически появляются какие-то картины, но которые не отображаются перед Вашим зрением, но в которых Вы постоянно находитесь. То есть, любой человек, он живет вот среди вот этих вот умственных и словесных образов, которые его окружают. При этом, в чем особенность этих образов? Они предвосхищают то, что происходит в окружающем мире. И по этому поводу очень многие ученые ранее считали, что наше сознание, по сути, только предугадывает наше поведение. Представьте, что Вы своим поведением не управляете. Задача Вашего сознания только предсказать, что будет там через минуту или через две. То есть, оно немножко видит вперед Вас, но, по сути, не Вы управляете своей жизнью, а жизнь управляет сама по себе. Вот это вот четкая позиция бихевиариста. Ваше поведение, оно полностью предсказано и предугадано там на годы вперед. Но в зависимости от каких-то условий. То есть, если Вас там, не дай Бог, машина собьет или еще какое-то несчастье случится, то тогда, естественно, Ваш немножечко план, который Вы построили вперед, он прервется. Но, по сути, все это абсолютно закономерно и предсказывается. Ну, Вы можете понапутать за своими незнакомыми, и очень часто происходит, что другие люди, независимо взглянув на своего знакомого, могут сказать, что из него там будет через пять, через десять. Ну, потому что человек, по сути, по своей предсказуем, мы можем спрогнозировать вот траекторию его развития, то есть, что с ним дальше случится. И таким образом можно сказать, что это вот вся логика пути. Знаменитая роль речи Скингеншопса, помните ее, где он говорит, что вот сколько нужно соединить в своей жизни, и тогда картуна жизни будет весна. То есть, по сути, о чем он говорит? Говорит о том, что только обернувшись назад, мы можем понять, почему мы стали такими, какие мы есть. Не потому, что мы решили стать такими, какие мы есть, а вот потому, что вот я посмотрел назад и понял, почему я здесь оказался. А я не прогнозировал, что я в этом моменте, и вместе как-то окажусь. То есть, вот это вот только исказание того, что будет, это, опять же, одна из функций сознания. Предвосвещать практическую деятельность человека. Ну и последнее, наверное, что мы должны с вами отметить, что человека отличают от животных еще и механизмы протекания сознательной деятельности. То есть, по сути, деятельность внутренняя, психическая, для высокоорганизованного живого существа, для кошек, для собаки, для дельфина, для слона, она представляется окружающим мир точно так же, как он представляется и для нас. Но механизм протекания этих действий, он гораздо сложнее у нас, а у них гораздо проще. Но хотя бы потому, что вот этих обрывков фраз у них нет, потому что нет возможности осваивать знаковую систему и с помощью нее познавать окружающий мир. То есть, механизмы протекания, которые появляются в процессе социального развития человека. То есть, в процессе общения мы вот эти культурные символы рассваиваем, начинаем с помощью них общаться и начинаем с помощью них познавать самих себя. И замечено очень многими психологами, можете заметить по себе, человек прежде всего познает мир окружающий, а потом уже начинает с помощью этих знаний познавать самих себя. То есть, мы появляемся без каких-либо представлений о себе самому. А уже потом, как нам окружающая среда скажет, кто вы, вы такой или такой, вы начинаете уже в соответствии с этим строить свое поведение, совершать какие-то поступки. Ну, на этом мы, наверное, с вами закончим. Начнем в следующий раз с понятия концепции. На следующей лекции у нас с вами тест по второй теме.